Про Ten Year Challenge, Bird Box Challenge и фальшторт я расскажу вам чуть-чуть попозже, а сейчас давайте посмотрим на историческое событие. Вы, скорее всего, уже в курсе, что китайская станция ЧАЕ-4 3 января прилунилась в кратере Кармана. Прислала несколько фоток, выпустила погулять ровер Юйто и провела биологический эксперимент с семенами нескольких видов растений и яйцами мужик Дрозофил. И в ходе этого эксперимента пророс первый уж, простите за тавтологию, росток хлопка на луне. Правда, создать замкнутую экосистему не удалось. Через несколько дней наступила лунная ночь, все системы станции перешли в спящий режим и температура внутри контейнера с растениями упала до минус 50 градусов, что для растений, как бы, наверное, немного не очень. Но это все еще исторический момент, например. Ну и немного космической милоты, вот на Юпитере, например, дельфинчик. Симпатичный. А о чем это я? С этой зимой холодом и недостатком света постоянно хочется спать. И, кстати, как раз на этот случай наши друзья кэшбэк-сервис Литишопс 28 января запускает новую акцию Киберпонедельник. Самую ленивую распродажу года. С Литишопс вы без каких-либо лишних усилий можете получить скидки на 35% на технику, гаджеты и другие нужные вещи в крупнейших магазинах интернета. Да еще я вернусь себе кэшбэком до 22%. Ко всему прочему, вы можете принять участие в розыгрыше призов на 1 миллион рублей. Для этого переходите на страницу акции, регистрируйтесь и получайте билет за покупку с кэшбэком от 2 рублей. И не забывайте о расширении, оно отслеживает цены и не даст вас обмануть, ведь приятно знать, что покупаешь по лучшим ценам. Все основное инфу про распродажи и розыгрыше призов вы найдете в описании. И пожалуйста, переходите по моей ссылочке, она реферальная. Дерзайте, друзья-ленивцы. А теперь к основной новостям о истории, ведь меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий этого месяца. Давайте быстренько и легонько нагоним и вспомним, что происходило в интернете, пока мы восстанавливали силы и думали-думали во время отпуска. Итак, в инстаграме в абсолютные лидеры по лайкам выбилось яичко, о чем вы наверняка слышали из каждого чайника. С 50 миллионами лайков оно без напряга обскакало прошлого лидера. Фото, принадлежащее Кайли Дженнер. Если вы, конечно, знаете, кто все эти люди. В кино вышел новый фильм Найта Шьямалана «Стекло», и фанаты вроде бы в восторге, хотя критики не оценили. Другие киностудии тем временем порадовали нас трейлерами третьего Джена Уика, нового Спайдермена и тизером Охотников за привидениями, которые вроде бы должны продолжить оригинальные фильмы из 80-х. По черному зеркалу, которому недавно упоминали, вышел полнометражный фильм «Брандашмык». Интерактивный. Я его пока не видела, но многие настоятельно рекомендуют смотреть его именно на Нетфликсе, чтобы можно было самому поучаствовать, в принципе, во всей интеракции, а не смотреть уже, как бы, как она называется, последовательную цепь событий. А еще недавно на неновостных сообществах я скинула забавную картинку с котом, который такой сидит в полусфере. И Владимир Лазарь скинул в занятный такой фотошоп, где, в общем говоря, кот мутировал в Катурна, и я дико так повеселилась с этого. Там еще в комментах были другие славные фотошопы, поэтому все это очень согрело мне сердечко, и, если честно, я даже думаю это включить в следующую пачку мерча. И у меня уже даже есть несколько набросков. Осталось их, конечно же, довести до ума, но надеюсь, вам понравится. Ну и Стас Давыдов запустил свой новостной блог и, вроде как, меня даже пригласил. Официального письма я еще не получала, но так-то колеблюсь между тем, чтобы вызвать его на дуэль на шпротах за конкуренцию, и тем, что, ух, как славненько, почему бы и нет. Так, и шпротоведок приглашайте. Я слежу за тобой, Стас. Нет, теперь давайте про немного более важные вещи, например, про те пары, которые было сказано в названии видео. То есть про идиотские челленджи и то, как это... Особенно сейчас хочется уточнить про Бирдбокс. Когда-то в прошлом мае, да и, в принципе, до этого тоже мы уже рассказывали про по-настоящему опасные челленджи для здоровья и, как вы думаете, насколько человечество поумнело с тех пор. В общем, Бирдбокс недавно вышедший на Нинфликсе фильм, по которому все внезапно очень проперлись, будто впервые вообще увидели сай-фай. Мне самый фильм не очень понравился, он такой тягомотненький. Ну, так амон, у него даже рейтинги так себе. Ну, типа, обычно я, в принципе, смотрю частенько фильмы, у которых рейтинг 4 и так далее, потому что почему бы и нет. Ну, там, или 5. Очень красивый фильм. Нормостивый фильм. Да. Ну, ладно, дело сейчас не в этом. Если очень грубо и неинтересно, то суть фильма была в том, что люди были вынуждены проводить изрядное количество времени вне своих домов, находясь в повязках. На глазах. Но при этом большая часть человечества, ее как бы уже не существовало. Ну, и делать как-то челленджи по этому в нынешних реалиях очень странно. Так давайте же посмотрим, что же в Бирдбокс-челленджи делают люди. Камонки! Камонки! Ну, типа, зачем? Зачем? Разумеется, довольно быстро от просто тупых вещей с завязанными глазами люди перешли к опасным вещам с завязанными глазами. Но тут самое время для минутки позитива. После всех травм глупые и опасные челленджи наконец урвали смачное забаните от Ютуба. В частности, после нескольких реальных аварий с Ютуба потерли видео Джейка Пола с вождением машины вслепую. Ну, и заодно начали сносить старые челленджи. Стать пот с огнем и прочей хренью. Только вот немножечко сэд, что для того, чтобы люди не делали опасное тупое дерьмо, им надо говорить, что делать опасные вещи опасно. Ух, ладно, побомбили и хватит. Давайте к позитивным вещам. К мемам. И поспешим, пока Европарламент не принял статью 13 и Ютуб не превратился в это. Кстати, тема реально неприятная, но очень большая, поэтому всеми нюансами вас грузить не буду. Тем более, я уже рассказывала об этом в одном из прошлых выпусков. В общем, в последнее время весь интернет активно душит Саски. Началось все с картинки, в которой один пользователь Твиттера объединил скриншот из Наруто с котиком. И все, завертелось. Можно было бы, конечно, удивиться, почему это развирусилось именно сейчас, потому что этой серии вон уже сколько лет, но это достаточно занятно, потому что можно реально повосторгаться с креатива некоторых граждан. Народ буквально в очередь выстраивается, даже становится немножко жаль беднягу Саски. Ну, а другая потеха января 10-year челлендж. Все вдруг резко вспомнили, что у них есть старые фотки и начали их везде постить. И эта штука, конечно же, развирусилась, но началось все с Твиттера. Я не знаю, как у вас, но первое, что я пытаюсь найти, когда вижу 10-year челлендж, это еще над чем на фотке надо смеяться. И как бы не всегда есть над чем, просто иногда люди их выкладывают. А вообще, как-то не замечаешь, на самом деле, сколько всего изменилось за 10 лет. Ну, кроме Ноки. Или тех случаев, когда ничего не изменилось. Ну, как-то так. Но вообще, я считаю, что это достаточно прекрасно, потому что люди не только включили творчество и юмор, но и стали привлекать внимание к важным вещам. Например, что ледники за 10 лет реально сильно подтаяли, и хорошего в этом мало. Вообще, ходили слухи, что этот вирус запустил сам Фейсбук, чтобы улучшить свои алгоритмы по распознаванию лиц и возраста. Но сам Фейсбук это, конечно же, уже проверка. Ну, и тут, конечно, я могла бы сказать, что я не участвовала, потому что это слишком мейнстрим. Хотя, на самом деле, мне просто лень искать фотки 10-летней давности, ну и потому что они на другом харде, например. То есть, а его там подключать и все такое. Можно, конечно, пересмотреть первый выпуск Неновостей и закрыть глаза на то, что это получится 8-year challenge или 7. 7. 7. Не знаю, может, к монтажу этого видосика что-нибудь и подущу. Хотя, ладно, вот, надеюсь, годится. Так вот, периодически наступает время веселухи, в которой весело участвовать всем. И сейчас как раз такой период, когда одни жалуются, что вся лента забита однотипными шутками, а другие радуются этому потоку креатива. Так что, шутите шутки про 10-летний челлендж или там про Саски или про что-нибудь еще интересное. В таких вещах весело участвовать всем, а вот самый интересный коммент под этим видосом мы на ютубе запинем. Ну и напоследок немного дрышачка, например, про не очень вкусный торт, я бы даже сказала несъедобный. Так вот, одна пара новоборачивных на Филиппинах заказала торт себе на свадьбу. Вообще они всю свадьбу специальному организатору заказали, но когда дело дошло до праздничного фуршета, оказалось, что из еды есть только торт. Большой, красивый и, как оказалось, совершенно пенопластовый внутри. Я, конечно, подозревала, что многие свадебные торты несъедобные, потому что там, не знаю, сидит стриптизер, а нет, это не свадьба, да? Так вот, я, конечно, подозревала, что многие свадебные торты просто для красоты и на самом деле несъедобные, но обнаружить это на собственной свадьбе, да еще и после того, как заплатил за него как за настоящий, еду для фуршета все равно заказали в ближайшем ресторане. Есть из-за чего расстроиться? Хорошо, что они его не стали есть. А-а-а, фу, я вспомнила звук, когда, а-а-а, когда, а-а-а, два пенопласта, а-а-а, какая гадость. Ха-ха-ха, гадкий звук. В общем, делом сейчас занимается полиция, и молодожены очень надеются, что дама, организовавшая им такую волшебную свадьбу, получит настоящий тюремный срок. Ай-яй-яй, такими быть. Вот, кажется, догнали все новостям. Отдельное большое спасибо мистеру Хомяку. А на этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok